Здравствуйте! Это новости Дагестана в студии Джамиля Шарипова. И вот главная тема этого выпуска. С рабочим визитом Шойгу прибыл в Дагестан. С какой целью? Об этом сегодня в выпуске. Дагестан. Вживили в сердце электрод. Впервые за долгие годы дагестанским хирургам удалось провести уникальную операцию. Свой профессиональный праздник отмечают социальные работники. О тех, кто посвятил себя помощи людям, расскажем через несколько минут. В Дагестан прибыл министр обороны Сергей Шойгу. Он проверит ход строительства новых пунктов базирования Каспийской флотилии. Министр также проинспектирует ход выполнения гособоронзаказа на заводе «Дагдизель» и заслушает доклад командования Южного военного округа и Каспийской флотилии. Отсутствие благоразумия и осторожности привели к гибели. На автодороге «Кавказ» 19-летний житель Хасавиртовского района, управляя автомобилем «Лады Гранта», при совершении обгона не убедился в безопасности совершаемого маневра и столкнулся с двумя автомашинами. В результате ДТП парень от полученных травм скончался в одной из столичных больниц. По данному факту, собран материал для принятия процессуального решения. Вернуться к жизни после остановки сердца без вмешательства врачей. В Махачкале провели операцию по вживлению кардиовертера-дефибриллятора. Именно это устройство позволяет запустить важнейший человеческий орган при синдроме внезапной смерти. Впервые за долгие годы дагестанским хирургам удалось получить квоту на проведение этой уникальной операции. Что она из себя представляет и в чем ее сложность в сюжете по тематам Анаповой. Кардиовертер-дефибриллятор – это устройство, которое автоматически распознает прекращение сердцебиения, посылает электрический импульс, а это в свою очередь стимулирует работу главного органа. Впервые за долгие годы республике удалось получить квоту на вживление этого устройства в сердце. За 10 лет, наверное, такое впервые в Дагестане это делается, но, в общем, нам удалось это сделать во благо пациента. Сегодняшний пациент долгие годы страдал от ишемической болезни сердца. После очередного приступа врачи посчитали необходимым провести именно эту операцию. В больницу 64-летнего мужчину доставили в тяжелом состоянии с жизнеугрожающей аритмией. Пациенту до этого была выполнена речисотная аблация, у него обнаружили две реплинии. И как следующий этап в профилактике внезапно сердечной смерти, таким низкофракционным пациентам мы должны имплантировать специальное устройство, которое называется кардиовертер-дефибриллятор. Учитывая сложность пациента, у него низкая фракция, сократимость сердца очень снижена. Мы связывались с федеральным центром Амазовским, был создан консилиум, решали, что делать с пациентом. Их рекомендация тоже была, что нужно установить кардиовертер-дефибриллятор. В рамках этой операции электрод устанавливают не в сосудах и не в полостях сердца, что позволяет избежать инфицирования или механической поломки устройства. Здесь он полностью подкожный. Это значит, пациент может не ограничивать свою физическую активность. По теме от Ханапова, Парисят Курбанова, Новости ННТ, Махачкала. Ветхая школа – бездорожье. И это не полный список проблем в микрорайоне Анжи. Местные жители пытаются обратить внимание властных структур к своим проблемам. Поселок разрастается быстрыми темпами, а условий для комфортной жизни нет, жалуются местные жители. Ветхая школа – это одна из основных проблем. Дети ютятся в тесных старых кабинетах, которые не вмещают в себя необходимое количество учеников. Тем временем, земли, предназначенные для строительства просторной вместительной школы, по мнению жителей, отдали под частную застройку. Эта территория, вот это поле, еще в 2015 году по генплану была утверждена под соцобъекты нашего поселка. Школа, поликлиника, садик, спорткомплекс и парковая зона. Но на сегодняшний день выясняется, что 60 участков здесь распределили, продали. Ну как бы пока нету собственников, но на авито объявление есть. Теперь мы здесь оставили под школу на 400 человек место, но нам этого мало. Нашему поселку нужна как минимум школа на 1200 человек. Жители также обеспокоены и состоянием дорог, отсутствия пешеходных зон, предупреждающих знаков и общественного транспорта. Еще одна наболевшая тема – это мост. Он находится в крайне аварийном состоянии. Трещины, отсутствие ограждений. А во время сильных дождей он и вовсе затоплен. Он в ужасном состоянии, даже он в аварийном. Посмотрите, как он. Здесь дырка. Вчера женщина упала в эту дырку. Ее соседи услышали, вытащили. Здесь, когда бывает осень, зима, дожди, это невозможно пройти, не проехать. Вы представьте, дети, как ходят дети. Вон там 59-я школа. Как они по этому мосту, как они рискуя своими жизнями, они ходят по этому мосту в школу. Проблемы у жителей микрорайона Анджи на этом не заканчиваются. Они надеются, что местные власти обратят внимание на их коммунальный хаос. В Дагестане вновь зафиксирован один из самых высоких уровней безработицы. По данным Росстата, республика заняла четвертое место. Поиск работы у нетрудоспособных дагестанцев может занимать в среднем 8,5 месяцев. Отмечу, что в результате экономического кризиса, вызванного пандемией, работу стали чаще искать граждане с общим образованием и ранее не работавшие. Купить лекарства, принести продукты, пообщаться и помочь по дому. Сегодня в Дагестане социальные работники отмечают свой профессиональный праздник. Более 4 тысяч человек в республике посвятили себя этому сложному, но важному делу. Соцработники дарят своим подопечным не только свое время, но и часть своей души. Подробности в нашем следующем сюжете. Каждый день социального работника очень непростой, требует много сил и терпения. И Чил пришла в эту профессию, сменив офисную работу. И ни разу не пожалела о своем выборе. По сравнению с моей прошлой работой, эта работа мне более нравится, потому что, где я работала раньше, у меня бумажной работы было много. Я работала с документацией, тяжело было. А здесь, где я соцработником сейчас работаю, больше нравится мне живое общение, помогать людям нравится. Не родственники, но близкие люди. В городских многоэтажках и в отдаленных селах по всему Дагестану соцработники – желанные гости. А для тех, кто уже не может самостоятельно выходить из дома, они единственная связь с внешним миром. Любовь к своим подопечным – важнейший принцип для социального работника. Несмотря на сложившиеся семейные традиции в Дагестане, все же встречаются пожилые люди, вынужденные жить в одиночестве. Работники социальной сферы помогают им по дому, покупают продукты и лекарства. В свою очередь, их подопечные выражают искреннюю благодарность. Такие профессии нужны людям? Мало нужны. Помогают. Хорошие. Хорошие работники. Хорошая жизнь. Спокойная жизнь. Огромная работа была проведена социальными работниками в период пандемии. В это непростое для всей страны время они продолжали обслуживать пожилых граждан и инвалидов на дому в круглосуточном режиме. Про таких людей можно смело сказать, что они выбрали не просто профессию, а призвание. Наталья Ханбабаева, Хадижат Гамидова, Дауд Гасанов. Новости ННТ. Махачкала. Муфти Дагестана шейх Ахматов-Пандзи встретился с сотрудниками отдела ФЕТОВ. В ходе встречи поднимались вопросы эффективности проводимой работы и способы решения вопросов, поступающих от граждан. Подробности расскажет Карим Даниев. Отдел ФЕТОВ на сегодняшний день выполняет важную функцию для мусульман. Со всего Дагестана сюда ежедневно поступает большое количество проблемных вопросов. Ответы на них и пути решения сотрудники дают строго по нормам шариата. Такая работа очень ответственная. Все эти люди, которые к нам обращаются, ну, процентов 90, они дагестанцы. Они наши братья, они наши сестры. И они – наше лицо. Вас они видят, ну, как можно сказать, отца, старшего брата, дедушку, можно сказать, наставника, Алима. На встрече руководитель отдела привел статистику по вопросам, с которыми к ним обращается население, и статистику по количеству ФЕТВ, вынесенных отделом. Муфти Дагестана поблагодарил сотрудников за слаженную коллективную работу. Также Муфти встретился с министром по туризму республики Эмином Мирдановым. Шех Ахмад Афанди поздравил министра с назначением на новую должность и пожелал ему быть максимально полезным на таком важном и ответственном посту. Дай, Аллах, чтобы от вас для людей был барракад. Смотря на вас, на вашу работу, сейчас весь мир дает оценку Дагестану и дагестанцам. Поэтому вы должны быть в форме во всех отношениях. Мы ваши помощники. В Рио министр, в свою очередь, отметил, что рассчитывает на поддержку Муфтиято-Республики и всех дагестанцев. Карим Даниев, Хадижат Гамидова, телеканал ННТ, Махачкала. Боец UFC Муслим Салихов вернулся из США после очередной победы. Напомним, что в минувшие выходные дагестанский спортсмен проводил поединок против бразильца Франциско Триналде. Бой проходил под диктовку Салихова. Пока в третьем раунде он не получил запрещенный тычок пальцем в глаз. Образовалась гематома. Посовещавшись с медиками, дагестанец все же продолжил поединок и сумел довести его до победы. Дома спортсмена встречали его самые преданные болельщики. Это родственники и друзья из столичного клуба Universal Fighters и пять сторон света. Отметим, что победа над Триналде стала Муслима Салихова пятой подряд в лиге UFC. Теперь он вошел в топ 15 лучших бойцов полусреднего дивизиона. Пять побед подряд – это уже одна из самых длинных серий в этом весе. Поэтому не важно, дадут мне тот 15 соперника, тот 10 соперника или какого-то еще. В любом случае, надо держать эту победную серию и все равно все это случится. Я буду с каждым шагом ближе и другим. Поэтому я не думаю об этом, что будет в следующем. Не важно, что бы ни было, надо просто побеждать. Победать, побеждать. Саадат Долгатова гарантировала себе поездку в Токио. Призер чемпионатов мира и Европы по боксу среди женщин добилась права представить сборную России на предстоящей Олимпиаде. На отборочном турнире в Париже Долгатова завоевала лицензию со второй попытки. В решающей встрече она выиграла чемпионки Евроигры из Польши Каролины Кашевской. Напомним, что ранее олимпийские лицензии в боксе завоевали Муслим Гаджимагомедов – 91 кг, Альберт Батыргазиев – 60 кг и Зимфира Магомедалиева – 75 кг. В Гумбетовском районе подведены итоги мини-футбольного турнира памяти бывшего заместителя Муфтия Дагестана Ахмада Хаджитагаева. На поле в селе Нижний Инхол вышли 13 команд. Коллективы состоялись из школьников, обучающихся в летнее время при мечетях. Пока одни футболисты выявляли сильнейших в игре, другая часть в ожидании своих матчей могла отведать узбекский плов. Организаторами выступили представители духовенства совместно со спорткомитетом района. По итогам конкурентной борьбы Кубок чемпионов выиграли хозяева команды селения Нижний Инхол. Серебро и бронзу усел Михельта и Аредерих. Медалисты помимо памятных наград получили и денежные вознаграждения. Это все, о чем мы хотели вам сегодня рассказать. Всего доброго и до свидания.